доброго всем времени суток здравствуйте друзья сегодня у меня видосик такой скажем так наверно все-таки необычный для моего канала потому что я как правило либо говорю нормальные вещи либо не говорю вообще о тех вещах которые у меня были которые могут и остаться но тем не менее хорошие предисловие да кто же дальше будет смотреть короче сегодня у меня на обзоре вот эта катушка это цуреной и ягуар вот вот от нее коробочка это тысячка покупалась она в начале года вот такая вот коробочка у нее идет внутри там супер бархатный чехол есть вторая шпуля не стал искать от перед съемкой мелкая да то есть как бы принцип вот такой значит что ему сказать значит первое впечатление от этой катушки были не и как объясню почему потому что стоял в ней вот такой вот кнопка сейчас вам покажу вот вот такой вот золотой кнопок вот это его болтики так далее прижимной тут втулочка вот она вот у меня этот кнопок очень сильно раздражал то есть когда идет активная ловля то есть вы крутите постоянно там все это дело то есть принципе вы ничего не слышите но когда вот у меня было несколько рыбалок когда рыба не клюет ходишь тишина птички поют начинаешь медленно кручить там вы мучить он цок-цок, цок-цок, цок да ёлы-палы, мне как-то так оно как бы на душу не легло и я бы там сказал в видео там на меня волна поднялась что рук нету и так далее что это за проблема там это все устранить господа у меня руки растут оттуда откуда надо а не оттуда откуда вы там писали мне если вам нравится этим заниматься купить и переделывать, пожалуйста, ради бога я хочу купить вещь и в принципе должен не переделывать ее а ей ловить но тем не менее скажем так не эмоционально, а полирационально значит мой приятель Максим из города Харьков по фамилии Лебедев автор блесны рок-н-ролл тоже собирался покупать вот такую катушку я ему ее послал не помню там на две недели на сколько-то он ей половил абсолютно без моей просьбы взял, сделал мне вот такой вот кноп вот по-моему на подшипничках я уже не помню потому что сейчас я почитаю тут от Макса не помню это он пишет что под вот этот надо ну немножко он там с отверстием и надо немножко мотнуть изоленты короче вот вот его кноп он сделал короче вообще никаких звуков ничего он сделал еще один кноп вот такой смотрите вот с прожилочкой с вот этой то есть клееная и Эва потом протачил ну короче я знаю технологию этого производства то есть в принципе вот это вот как бы то что мне изначально не понравилось с кнопом это было решено можно даже сказать на начальном этапе то есть теперь у катушки три кнопа один стоит и два на выбор запасных вот такой или тот родной золотой если кому-то нужны золотые горы и реки полная вина вот половил я этой катушкой ну активно скажу половил я и ловил и окуня стритфишинг в Берлин вот я и ловил форель в Ленке в Альтене ну Ленке это это самое река такая в Германии дикую форель я и половил форель на платнике то есть я с этой катушкой не скажу что она там много рыбалок прошла ну там какое-то количество она прошла вот и честно говоря вот у меня к ней не лежит душа она новая абсолютно она не поцарапанная и так далее то есть ну катушка такая приблизительно как пришла ко мне из магазина что мне в ней не нравится мне не нравится в ней фрикцион вот не нравится хоть ты застрели меня вот мне не нравится что вот появился у меня уже теперь не в Кнопе а люфт в главной паре он и тогда присутствовал небольшой и мне это тоже не нравится но теперь вот когда вот Кноп устранили теперь я слышу и это многие могут сказать ты-то и барин зажрался тут придирчивый ты хочешь от катушки за 50 баксов условно говоря каких-то там выдающих сеть нет я ничего не хочу скорее всего это такое старческое ворчание но знаете вот когда когда вещь нравится вот как женщина да вот если она тебе нравится не важно какой размер у нее там того-то того-то сколько она весит и так далее тебе нравится и все вот мне вот это ну не понравилось вот ничего не могу сказать особенно скажем так как только вышла вот эта катушка на которую тоже у меня через время выйдет этот самый обзорчик но через время вот я ее тоже как бы ловлю не первый день вот я ее снял и больше на спиннинг не ставил да разница в цене есть ну не знаю вот почему-то вот не легла у меня душа сразу к этой цуреное кстати говоря Максим половил вот сделал мне Кнопы и тоже не купил не знаю как бы он пусть сам за себя ответит почему и как потому что ну вот хвалебный ход про вот эту вот катушку мульон на один мульон там 3-4 ну не знаю и это Китай и то Китай но мне тот Китай гораздо лучше чем вот этот Китай хотя разница в два раза не знаю короче говоря вот такое не знаю вот мое мнение такое да она легенькая она все у меня не было никаких проблем с ней петельку она по-моему один раз бросила вот а может быть и не бросала я не скажу что у нее идеальная укладка но опять же говорю мне не нужна линейка здесь для меня лично функционал важнее то есть если я бросаю и нет петель мне все равно бугры там впадины что там еще хоть кратеры лунные главное что она не бросает петель на тонких шнурах значит вот она на тонких шнурах нормально то есть ну не скажу что супер тонкие да вот но не знаю вот сам звук меня все в ней раздражает вот честное слово короче вот за последнее время это самая неудачная покупка в моем ну как бы из того чего я купил вот о которой я рассказываю я ее буду продавать если кому интересно можете мне написать я продам ее дешевле чем я ее покупал плюс на второй шпуле есть абсолютно новый намотанный шнур в качестве бонуса тоже пойдет сматывать не буду вот ну вот не нравится мне катушка хоть ты тресни сказать что она там чего-то тот не могу но еще раз говорю можно ее разобрать положить сюда шайбочки еще чего-то ну как бы все это лечится но повторяю я человеку которого не хватает времени я хочу купить вещь и ей пользоваться и я понимаю что это катушка за 50 баксов но скажем так даже за 50 баксов я не хочу в нее лазить я должен ее купить и все и плюс еще как аргумент просто я помню те которые мне шо это там рук нет ребята за 50 долларов катушку покупает человек который не не 20 лет ловит да вот это получит покупает как правило человек который начинает свой путь в ультралайте ему нужна бюджетная катушка за небольшие деньги как правило такой человек сам не лазит в катушку он не знает как снять кнопку он не знает какую шайбу сколько и как подложить это не его проблемы а купить катушку с магазина и отправить ее на ТО можно как бы я в состоянии потратить там 200 или 300 гривен пусть мне это сделают ну мне вот не понравилось и все вот не знаю кому интересно повторюсь я ее продам надо господи забирайте никаких проблем вот кроме фрикциона мне и вот этого вот лифта который ну новая катуха елы-палы абсолютно новая вроде он как бы практически ну не знаю мне не нравится мужики может кто-то тем более я отношусь к катушкам как к элементарному механизму но опять меня вот это вот раздражает это первый раз у меня повторяюсь у меня есть куча катушек которые ну как бы по ценам вот такие же у меня в конце концов эксия которые лет 7 или 8 вот и там тоже не все а меня почему-то не раздражает но вот это в ультралайте я этого не терплю нравится вам покупайте но лично я ее не советую никому не потому что мне цуряное что-то плохое сделало да я вообще никому ничего не советую хотите купите хотите не купите я вам высказал свое личное мнение про эту катушку если она вам нравится ради бога мне нет прошу прощения впервые у меня на канале вот такое видео и надеюсь больше я снимать не буду ну просто ну настолько распиаренная катушка что прям все дифирамбы пьют поют вернее не пьют вот дифирамбы ей поют вот ну что я просто я обычно как бы знаете как вот я появилась у меня какая-то вещь у меня есть два критерия я никогда не пишу плохие комментарии я никогда не говорю плохих слов о других блогерах или о чем-то я просто этого не делаю точно такая вещь если мне вещь не понравилась я просто про нее забыл я не буду рассказывать о какой оно там гуана и прочее вот я первый раз я снимаю только потому что со всех сторон вот так вот вот и что еще хочу сказать по поводу там мне вот постоянно пишут по поводу Песцефана ребят меня ее нет и по сути я ей даже не рыбачил объясняю почему Вася отправил в Киев Вася на рыбалку потом отправили на ТО после того как ее разобрали до винтика и с фотографиями мне все это дело прислали ну я просто написал и сказал ребята заберите я не буду и все поэтому видео год спустя или так далее я делать не буду ее нет и все вот такая письмо было сумасшедшее с Китая что вот а мы тут это вот пожалуйста туда потом вроде гробовая тишина как вроде меня нет ну и ради бога я как бы отправил мне все равно навряд ли вам понравится это видео вот ну что сделать вот такое вот я специально снял потому что ну потому что я сказал правду она мне не нравится хотите берите хотите не берите это дело ваше тем не менее всем вам мира добра хороших рыбалок и хороших катушек спасибо если вы были со мной пожалуйста не пинайте больно всем пока а ну поэтому я